Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. У нас сегодня есть гости. Слава Богу, что вы сегодня в нашей церкви. Мы рады вас видеть. Тема моей проповеди сегодня – это наши ошибки. Каждый человек склонен делать ошибки по своей греховной природе. Наши отцы делали ошибки, мы делаем ошибки, наши дети делают ошибки. И хотя мы хотим огородить наших детей от ошибок, научить их, все равно они делают. И это не тот факт, с которым мы должны смириться. Мы не должны сказать, ну это и хорошо, это свойственно человеку. Нет. Мы должны стараться избегать ошибок. И бояться нужно не ошибок, а не умение исправлять ошибки. Кто помнит, была такая пословица, когда мы жили в странах бывшего Советского Союза, была такая пословица, глупый учится на своих ошибках, а умный на чужих. Я когда-то услышал, что эта пословица ранила многих людей, потому что все делают ошибки, значит под категорию глупых попадают все люди. Оно как-то обидно, да? Люди пересмотрели и эту пословицу переделали, что мудрый учится на чужих ошибках, умный учится на своих, а глупый, он делает одни и те же ошибки постоянно, не исправляя их. Результаты одного исследования в Соединенных Штатах Америки показали, что объединяет успешных бизнесменов. Они взяли какие-то корпорации, компании и провели такое исследование. Их объединяет то, что они смогли увидеть свои ошибки и признать их, в результате чего они смогли их исправить и улучшить рост компании. Я хочу задать несколько вопросов разным категориям людей в нашей церкви. Дети, которые учатся в школе. Посмотрите на меня. Если вы сделаете ошибку по математике в школе, какие у вас будут последствия? Вы просто допустите ошибку в упражнении. Ну, я вам помогу, да? Я просто хочу ваше внимание. Скорее всего, что у вас будет или плохая оценка, или замечание, или в итоге вы неправильно решите упражнение, и вы просто получите замечание. Но если вы допустите ошибку, если вы инженер, и вы такую математическую ошибку допустите, когда вы будете проектировать мост, или небоскреб, или еще какое-то здание, или дамбу, которая будет держать тысячи тонн воды, это приведет к катастрофе впоследствии. Водители, к вам вопрос. Если вы сделаете ошибку в выборе направления, когда вы едете по дороге, и вместо востока поедете на запад, скорее всего, вы потеряете много времени, а может быть, еще какие-то последствия. Мне рассказывали пример, который был с друзьями с нашей церкви, когда нужно было ввести семью в аэропорт в Нью-Йорк, и они выезжали на 80-ку, и вместо того, чтобы поехать на восток, они поехали на запад. И водитель очнулся уже в Ахайе, когда они туда приехали. И он потерял время, он не успел отвезти семью в аэропорт, потеряли сумму денег на билетах, все это как бы суматоху привело. Ошибка в направлении. Молодежь, если вы ошибетесь при выборе профессии, какие последствия? Скорее всего, потерять времени и потерять денег. Правильно? Потому что бывает, люди не прислушиваются к мнениям, не анализируют, как у нас было, я помню, в школе учились, у кого не спросят, кем хочешь стать, космонавт или пожарник? Основные. И когда потом подходит время, не задумываются, куда поступать, учиться, какую специальность, и просто идут так по накатанной. В мое время уже было модно экономически. Все на экономически, а после этого работы ни у кого нет. Все экономисты. Потеря времени, годы, которые определены для учебы, прошли напрасно, и много денег затрачено на обучение, долг, а по профессии не можем найти работу. Тоже может быть ошибка. А если ошибка при выборе супруга жизни, часто не прислушиваются молодые к советам служителей, к советам родителей, а тем более к Слову Божью. Делают неправильное решение, женятся, выходят замуж или неверующие, или же другой динаминации, или еще какие-то недосмотрели, человек оказывается был невозрожденный, просто церковь посещал. Как минимум несчастная семейная жизнь. А то и трагедии. Даже развод не самая большая трагедия. И преступления люди совершают, и остальное. Большие последствия, ошибка была. А старшее поколение, наши дедушки и бабушки, если ошибиться при выборе жизненных ценностей, когда уже время умирать, когда уже итог жизни надо подводить, посмотришь назад, а ориентир был выбран неправильно, не для того жил. И дети не приходят, и в церкви как-то уже никто не обращает внимания. Человек жил, может быть посвящал свое время, ценности материальным, заботам, или же только на себя обращал внимание, с людьми в себя конфликты, и потом на итоги жизни посмотрел, ошибся. Но и то, это все еще можно изменить. Порой наша жизнь, в наших детях мы видим, в последствиях, она напоминает нам о наших ошибках. Но есть такая ошибка, если мы ее совершим, то не будет возможности возможности ее исправить. Я хочу обратиться к тексту Священного Писания. Мы будем читать Евангелие от Матфея, 21 глава, с 23 стиха. Матфея, 21, с 23 стиха. «И когда пришел Иисус в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какою властью Ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» И Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю». Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем», сказал им и Он, «И я вам не скажу, какой властью это делаю». А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. «Этот сказал в ответ, «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю Отца». Говорят ему, «Первый». И Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему, а мытари и блудницы поверили Ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему». Духовная элита Израиля беседует с Иисусом Христом. И Иисус учит людей, проходит Его жизнь, Он творит чудеса, люди наблюдают, а вот эти люди также наблюдают. Это первосвященники, это старейшины, люди, которые судили, которым были уважаемы, которые принимали решения в верховной власти. И вот они искушают Иисуса Христа, и Иисус Христос напоминает им события прошедшие, когда Иоанн Креститель проповедовал, и он призывал людей к изменению образа жизни. Он говорил им о том, что они должны покаянием произвести плод покаяния, крещением, точнее, произвести плод покаяния, изменить образ жизни. Он говорил к солдатам, к тем, кто брали налоги, к людям, которые обижали. И когда эти духовные элиты пришли к нему, так же, они же услышали, ага, Иоанн Креститель крестит что-то новое, идем туда. И они туда пришли за компанию со всем народом. Иоанн Креститель им говорит, по рождении ехидны, кто вам внушил бежать от будущего гнева? И он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Он на их дела обращает внимание. Не то, что они пришли, чтобы действительно покаяться, крещением это отобразить. Их дела говорили о том, что они не веруют. Что то, что они называются, хоть они и духовные наставники, их дела не соответствуют этому. И Иисус это знал. Они не поверили Иоанну. И они искали всегда, чтобы Иисуса где-то искусить, подловить в слове. Но Иисус и им проповедовал. И Иисус и им стучал. И Иисус и им говорил. И чтобы эти слова остались для нас в назидании. И вот он дает им еще один пример. И он рассказывает им историю. Семья. Отец, владеющий виноградником, и два сына. Это то, что понимали хорошо люди, жившие в то время, потому что они выращивали виноград. Это было в Палестине, в Израиле. Очень доступно и популярно. Один из видов и торговли, и садоводства. И вот он говорит им пример. Что отец зовет одного сына первого и говорит ему. Иди работай в этот виноградник. И сын дает сразу категорический ответ. Он говорит, не пойду. Мы часто приобщаем детей к труду не потому, что мы так сильно в их помощи нуждаемся, но чтобы их научить. Правда? Чтобы и привить любовь к трудолюбию. Чтобы они понимали, что есть ответственность, что нужно трудиться. Но мы не знаем мотивы отца, который позвал сына поработать в винограднике. Но сын дает ответ отрицательный, и у него могут быть свои мотивы. Он, может быть, подумал, что он и так постоянно работает так. Там. Мне что, больше всех нужно? Почему каждый день должен я работать? Есть слуги, есть второй брат у меня. Может быть, он просто имел какие-то другие дела, намерения, у него были планы, он что-то себе уже придумал на этот день. И тут отец говорит, иди работай. А он говорит, нет, не пойду. Мы часто себе можем находить оправдание, когда нужно что-то сделать. Мы способны, чтобы найти причину, чтобы что-то не сделать. Нас о чем-то просят. Мы знаем, что говорит Писание. Мы знаем, как правильно. Но мы находим причины это обойти. Мы смотрим на первого сына. Он одумался. Он погорячился, видимо, потом порассуждал и подумал, почему мне огорчать отца? Зачем мне наводить на себя его гнев? Я лучше послушаюсь. Я лучше сделаю так, как и всегда делал, наверное. Я сделаю так, как сказал мне отец. И он пошел работать. Он исправил ошибку. Хоть он и сказал отцу сразу нет категорично, но он пришел в себя и исправился. Признавать свои ошибки – это тяжело. Это значит показать свою слабость, показать, что вот я оказался такой неспособный или такой нехороший, как вы обо мне думали. Хотя это так и есть. Порой мы себя выдаем, что мы лучше, что мы не такие, мы знаем, что мы не такие, как о нас думают, мы хотим показаться лучше. И признать свою ошибку – это тяжело. Вспомните Давида, его жизнь. Он допускал ошибки, но он исправлял. Библия показывает, как он молился, как он каялся. Вспомните, Иисус приводил пример проблудного сына. И тот человек, который расточил имение отца, он там у свиного корыта подумал о том, что или его жизнь закончится, или можно что-то исправить. И он даже не рассчитывал на положение прежнее. Он рассчитывал быть просто рабом у отца. Просто быть в числе наемников, в числе тех, кого отец нанимал на работу. Он исправил свою ошибку. Второй сын. Посмотрите на него. С виду сразу очень послушный ребенок. Отец ему говорит, сын, пойди поработай в винограднике. Да, отец. Государь обращается к нему с почтением. Конечно же. Бывает такое, что-то скажут нам, пойди сделай. Конечно. А в итоге человек не сделал, находит оправдание. Этот сын, сказал отцу, конечно, даже и не собирался туда идти. У него были свои намерения. Он был умный, видать, хитрый. Наверное, какой-то смышленый на какие-то махинации. Он думает, зачем мне терять отношения с отцом? Ну, представьте, сейчас я ему скажу, нет, отец. Гнев отца, недовольство, может быть, он чего-то лишит, каких-то преимуществ, в чем-то бюджет обрежет или еще что-то. Зачем? Я же могу ему сказать, да, отец, такой послушный, а потом просто найду себе оправдание. Скажу, отец, не получилось, там еще что-то забыл, и все, и вроде бы и с отцом отношения хорошие. И в то же самое время не сделал работу, увильнул, ушел от нее. Но он обманул отца. В этом и мы умельцы. Мы можем всегда найти причину, по которой мы что-то не сделали. Иисус показывает, так сказать, праведникам, те, которые считали себя праведными, достигшими какой-то духовной высоты, Иисус показывает им, что они нуждаются в покаянии. Он им показывает вот эти два примера и говорит, грешники, которые считали себя недостойными Царствия Божьего, которые приходили к Яну Крестителю каяться, которые каялись при Иисусе Христе, те, которые лишали себя Царствия, они не допускались к служению храма, часто таких людей вообще где-то общество не принимало. Вот эти веруют в Иисуса Христа и принимают истину. А те, которые считают себя праведниками, они лишаются Царствия. Вспомните, когда Саул сделал ошибку и принес жертвоприношение, он не дождался Самуила, он не мог совершать жертвоприношение, это могли совершать только из колена Левиена, священники. Но он это сделал. Он совершил жертвоприношение, и когда пришел Самуил и обличил его, Саул не покаялся. Саул не стал просить прощения, говорить, что нет, это была ошибка, это что-то было допущено мною. Он оправдывался, он говорит, люди убегают. Я смотрю на войско, они разбегаются. Я испугался, с кем же мне воевать? Нашел причину оправдания. А Самуил говорит, Бог изберет себя другого человека, другого царя, что Бог видит сердце. Вспомните царя Ирода, когда он в темницу посадил Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель обличал его во грехе. Иоанн Креститель имел влияние на людей. Ироду это не нравилось. Но он боялся народа, чтобы убить Иоанна Крестителя, потому что народ почитал за пророка Иоанна. И он его посадил в тюрьму. Ирод имел власть. Это был царь. Он имел власть, он мог принимать решения. Тем более, он был жестокий царь. Но он посадил Иоанна Крестителя в тюрьму. И вот когда был день рождения, вы помните его ошибка? Его слова, вышедшие из его уст, он сказал дочери, что любое желание, загадывая любое желание, я исполню. Но если бы она загадала, что давай я буду царем, он бы пошел на такое желание? Нет. Если бы она сказала, мне отдай все царство, конечно, он бы не пошел на это. То есть, каждому желанию есть же предел. И вот она просит то, чего он боялся до этого, имея власть. И она просит голову Иоанна Крестителя. Ирод имел полностью полномочия, чтобы отказать ей. Сказать, ты просишь невозможного. Мог? Мог. Но он этого не сделал. Опять-таки, теперь на день рождения присутствуют его там друзья, элита какая-то, и может быть, теперь его слова вышли, чтобы показать, что он исполнитель своего слова, он делает ошибку, он обезглавливает Иоанна Крестителя. Хотя мог изменить. Когда мы читаем Петник Нижнего Моисея, с закона начиная уже, когда Бог дал закон израильскому народу, то в законе было написано, что если человек сделает что-то по ошибке, там перечисляются какие-то вещи, то он должен принести жертву. Даже если неумышленно, даже если по ошибке человек совершал жертвоприношение, покаяние. Эта жертва говорила о том, что ошибки имеют последствия. И даже если ты неумышленно сделал, нужно покаяться. Главный призыв этой истории Иисуса Христа научиться признавать и исправлять свои ошибки. Мы можем находить причины наших ошибок, но проблема не в причине, а в том, что мы хотим выставить эти причины как препятствия для того, чтобы исправить наши ошибки. Ничего не может произойти без того, чтобы свою ошибку видеть и признать. То, что ценно в глазах Бога, это то, чтобы мы признавали свои ошибки, чтобы мы каялись. Вспомните Иова. В 42 главе книги Иова записаны такие слова. Когда Иов, вы помните, был подвержен испытанию, хотя Бог его и назвал сразу, что он праведник, но когда проходила беседа с его друзьями, он дошел до того состояния, что он уже сам в своих глазах показался праведником и недостойным того, что с ним происходит. И Бог обратился к нему. 42 глава с 1 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. «Выслушай», – взывал я, «и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов увидел Бога по-настоящему, Бог явил ему. Раньше, хоть он и был праведник перед Богом, поступал праведно, творил дела праведные, но себя не видел, настолько, насколько ему показал Бог. И когда он себя увидел, он признал свою ошибку, что он неправильно говорил о Боге, он неправильно понимал Бога, кто он такой, и он раскаивается в прахе и пепле. На то время это было состояние полного смирения, когда человек себя смирял перед Богом, он посыпал голову прахом, землей или пеплом, раздирал одежды свои. Иов показывает Богу, что он в полном смирении теперь признает Божье величие над собою. Он исправился. В свете Божьего Слова мы можем увидеть по-настоящему, кто мы такие, исправить свои ошибки по отношению к Богу, исправить свои ошибки по отношению к людям. И вот Иисус Христос показывает нам вот этих двух сыновей. Первый сын – это образ людей грешных, мытарей, блудников, нас с вами, людей, которые нуждаются в покаянии, которые сразу отвергают, очень много людей, которые сразу отвергают благую весть. Проповедуешь им, говоришь, они сразу отвергают. Но в процессе жизни слово касается их, и они принимают и совершают плод покаяния. Второй сын – это те люди, которые не замечают своих ошибок. Они считают, что у них все в порядке. Они верующие. Сколько много людей, особенно в странах, которые считаются христианскими, и в Америке, и в наших бывших странах, откуда мы выехали, где люди считаются православными, ты хочешь ему сказать о Боге, засвидетельствовать, я верующий, я православный, я верующий. Человек не считает себя грешником, не считает себя виноватым, он верующий. Вот это образ второго сына Иисус Христос показывает. В этой истории есть еще третий сын. Кто мне скажет, кто третий сын? Третий сын – это тот, кто рассказывает. Сын Божий, Иисус Христос. Он рассказывает эту историю. Он тоже сын. Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. Об Иисусе Христе сказано так. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. На Голгофе Христос приобрел нам спасение. Он был послушным Отцу. Иисус Христос – пример послушания, пример того, как мы должны поступать. И Иисус Христос – это надежда на исправление наших ошибок. Я привел примеры вначале. Мы можем совершать ошибки на земле, которые можем, в принципе, изменить. Последствия не играют роль на вечную жизнь. Но есть ошибка, которой мы изменить не можем. Если мы не обратим внимание на себя, на состояние и на ценность своей души, как мы слышали в первой проповеди. Можно проходить всю жизнь на собрании. Можно считать себя верующим. Можно ограничивать себя во многих вещах, которые делают люди в мире. Но в итоге услышать слова Иисуса Христа «Отойдите от меня, я никогда вас не знал». Это самая трагическая ошибка, которую можно совершить сегодня, не обращая внимания на себя. А слова Христа, они звучат и для нас актуально. Для каждого из нас, чтобы мы проверили и не ошиблись, сегодня время, когда Господь дает покаяться возможность, переоценить, осмыслить, посмотреть, проверить. Я действительно хожу праведно перед Богом. Если моя жизнь закончится, я иду в Царствие Божие, я наследник Царствия Божьего или нет? Нет, сегодня Дух Святой каждому из нас об этом говорит. Не ошибиться. Это самая тяжелая ошибка будет всей жизни. То, что в вечности уже нельзя будет исправить. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы старались жить по примеру Иисуса Христа, чтобы даже в жизненных поступках как можно меньше сделать ошибок, а если делаем, чтобы их исправить, но не сделать самые главные ошибки, это оказаться в вечности теми, не теми, о ком мы себя считали. что когда мы придем в вечность, пристанем перед Божьим судом, чтобы не услышать слова «Отойди от меня», а услышать слова «Войди в радость мою». Пусть Бог нас благословит. Аминь. Помолимся.